Всем привет! Меня зовут Гущин Кирилл и я разработчик спиннингов Nord Stream. Хочу представить свою новую серию. Серия называется TOR и это серия из Asgard Collection. Конкретно про эту Asgard Collection я рассказывал уже в видео на выставке, а сейчас хочу представить серию TOR именно на воде. Что такое TOR? Вкратце, это серия, состоящая из двух мясорубочных и двух мультовых моделей с двумя вариантами тестов. 30100 и 40130. Для чего это сделать? На самом деле у нас сейчас идут определенные моды на довольно крупные приманки. И даже тяжелые и экстра хэви класса спиннинги, очень многие они сделаны с относительно смягченной вершинкой, что не позволяет нормально проводить объемные приманки с тяжелыми весами, но скажем так, по большим течениям в куче воды. Именно эта серия TOR она сделана под это. То есть мы берем тяжелый вес, мы берем объемную приманку и уверенно, четко и спокойно работаем на сильном течении на большой глубине. Конкретно, коротко про серию. Что это такое? Графит японской Mitsubishi, естественно 100%. Комель 100% графита, вершина 98. Прибреги все очень серьезные, прибреги прибреги. Что позволяет ей в принципе работать уверенно при уважении трофея. В брекетч машине вот первая модель 782 держит 9 килограмм, 802 держит 10 килограмм. То есть мощность у этой палки просто немедленно, можно совершенно спокойно корчевать, драть и не боится ее сломать. Пожалуй, сломать ее можно только, наверное, если попрыгся. Вот, перейдем к строю. Как я уже сказал, спиннинг сделан в первую очередь для работы тяжелыми весами с объемными приманками на течение. Поэтому строй здесь у нас средний, регулярный. Жесткий, жесткий, регулярный. Это позволяет нам, во-первых, очень грамотно перерасправлять нагрузку при работе с объемными приманками на течение. Во-вторых, еще один важный момент. Невзирая на то, что палка довольно мощная, сходов рыбы с ней минимум. Почему? Потому что она дорабатывает практически вся при уважении. Ну, более-менее крупная рыба, мы про такой говорить не будем, понятно. И шансов сойти у трофея немного. Сейчас я покажу, как все это дело работает с максимальными весами. Еще раз повторю, у меня в руках модель 782 с тестом до 100 грамм. У меня стоит джиголовка 70 грамм, но достаточно объемная тяжелая приманка, которого сейчас на сильное течение. Сейчас, наверно, конечно, клевать не будет. Это апрель месяц. Сейчас надо что-то поменьше. Но показать, как это работает, я вот покажу сейчас. Благо рыбу на эту модель я уже науловил в прошлом году, когда тестировал и разработал. Поехали. Условия такие. Свал 6 на 10. Дальше там будет 12. Не знаю, сейчас достанет, достанет. Очень сильное течение. Большая вода. Ну, как раз те условия, для которых это и сделано. Вперед. Немаловажный момент очень. Опять же, из-за среднего строя заброс легким весом достаточно простой. То есть напрягаться и сильно вкладываться, чтобы забросить даже минимальные там 30 грамм этой палки не надо. Она кидает сама. Вот показывает. Мы просто махнули все, приманка ушла. И ушла достаточно далеко. Ну, понятное дело, что тестировать, как бы показывать работу вершины мы не будем. Это, в принципе, бессмысленно. И так все отобьется там 70 грамм. А вот как она работает на подрыве, я сейчас покажу. Сейчас будет контакт с одном. Как я сказал, течение здесь очень сильное. Специально выбираю это место. Упала и поехали. Вот у меня двойной подврос. Абсолютно четко контролируемая проводка. И палка не заваливается. Более того, могу сказать, что у нее есть определенный запас по тесту. То есть, в принципе, можно работать даже 100 грамм плюс относительно небольшая приманка. Ничего страшного там не будет. Единственное, я не смогу гарантировать, что именно вот такие вот резкие подбросы палка будет уже держать. Ну, все-таки 100 грамм плюс приманка, это будет уже грамм 120 примерно. Это уже, как я говорил, младший брат серии. 782. А сейчас я покажу работу на максимальных весах 802 модели с тестом 40-130. Ну, а вот у меня в руках старший брат. Это Тор. Длиной 8 футов. 2,44 то есть. И с тестом от 40 до 130 грамм. Соответственно, разница только по сравнению с более легкой моделью в тесте, в длине и немножечко в строе. Потому что вот коротыш 100 грамм, он чуть-чуть более злой и чуть-чуть более фастовый. Эта модель, она чуть более медленная. И она больше, наверное, даже рассчитана скорее на объемные приманки не силиконовые, а скажем так твердые. То есть, как бы, я сам джерком особо не ловлю, но людям давал, попробовалось. Они половили, сказали, что даже великолепно джерком и палкой. Вот. Именно при длине в 2,44. В чем, в чем, в чем главное отличие вот между ними, это, я сказал, настрой. И, конечно же, немножко мощность. То есть, эта палка мощнее. При всем, при этом, вот это у меня пока при цирийке, серийные модели появятся примерно через месяц, полтора в России. А вот при цирийке вес у нее в пределах там 160 грамм. То есть, мало того, что это мощные, чувствительные, скажем так, модели, они еще при этом и очень легкие и хорошо сбалансированы. Но важный момент, еще один, о котором я в самом начале не сказал, но он тоже, наверное, будет интереснее. Дело в том, что здесь, вот именно в этих моделях, основной акцент по чувствительности мы делали не на падение приманки на дно, потому что, как бы, ну, давайте так, 30-40 грамм почувствовать любую приличность плейка. А именно чувствительность по поклевке в руку. То есть, невзирая на то, что мы ловим накопленные приманки и прочее, и прочее, рыба бывает пассивная и поклевка даже хорошего экземпляра, это какой-то там легкий тук. Вот здесь сделано все, чтобы этот легкий тук почувствовать. Ну и, как бы, в итоге, как я уже сказал, мы имеем мощность, надежность, чувствительность, легкий прогнозированный заброс и очень-очень широкий диапазон работы по приманкам. То есть, вот либо 30-100, плюс-минус, потому что это все-таки big bait, это вот не чисто джиговая палка. Ну и либо вот 40-130. Все, показываю, как работает на максимальных весах. У меня сейчас здесь голова 90 грамм, ну и плюс такая очень немаленькая и очень тяжелая рыбка, это вот ям мани-минау. Вот, смотрите, сейчас поподрываем. Понятно, что показывать вершину в плане падения до дому мы не будем, это бесполезно. А вот именно подрыв, максимальная нагрузка на спиннинг, в плане, как будет работать, чтобы он не провалился. Вы это можете увидеть, как он не проваливается. Смотрим. То есть, вот четко видно, никаких провалов, очень уверена отработка рывка. И хочу сразу напомнить еще раз, на всякий случай, что эти туры есть не только в исполнении под резерционную катушку, но и под мультипликатор. То есть, в принципе, вот любителям ловли на тяжелые веса на мульте, они тоже вполне-вполне подойдут. 90 грамм практически, еле-еле падают. Все, упадут. Все, переходим ко второй части. Это минимальные веса. Сейчас мы переместимся и покажем, как работают эти модели на минимальных весах. То есть, для этой модели, для восьмерки это 40 грамм, для 78 модели это 30 грамм. Ну и плюс такую переманку. Ну вот у меня в руках восьмерка Тор 40-130. Я немножко усложнил задачу. Я поставил 36 грамм и вот такая мандулка, на которую мы здесь неплохо, кстати, ловим. И сейчас я покажу, как работает вершина. То есть, на самом деле, то, что проводка абсолютно контролируемая, четкая и понятная. Не сказать, что сейчас какие-то жесткие условия, но и полным каферем, как мы это называем, это уже назвать не могу. Понятно, что все падения я чувствую в руку. И понятно, что вершина там работает нормально. Смотрите. Здесь немножко глубоковато, поэтому надо будет подождать, когда упадет. Приманка на дно. Ну вот так раз это наши боевые условия в этой рыбалке. Оно здесь так клюет. Вот падение, четко видно. И пошли делать проводку. Делаю классические два оборота. Чтобы показать как бы 14 вершинки, я не сильно мудрюсь в проводку. На самом деле, клюет здесь немножко на другую. Чуть-чуть подсогнулось. У меня в руках младший Тор 782 X-X-X-X-X-X-X-X-X. Пассаж с тестом 30-100. Вот сейчас мы посмотрим, как работает эта палка с минимальными весами. 30 грамм. Глава. Ну и соответственно паролон. Смотрим. Первое падение длинное. Ну а дальше вот работаем по свалу. Чуть-чуть из 6 свалим на 8. Ух ты. И так бывает. Это была судаковая обраточка. Но не засекся. Весна перед самым запретом. Вперед мусор. Тоже ловить не очень комфортно. Но поверьте, оно того стоит. Фильм мы сделаем. по рыбалке в Сызрани перед запретом. Ну и собственно говоря резюме. Я показал низа. Я показал верха. Сделал я это честно говоря специально. Потому что очень немногие спиннинги могут работать в таком широком диапазоне. То есть реально эти модели созданы для большой воды. Для большого течения. Сильного течения. Ну и как бы для больших и объемных приманок. И с ними можно ловить как и по относительно малой воде. 30 грамм или там 40 грамм. И по большой воде. На больших ямах. По осени. Или вот не стоит до запрета. Тогда когда требуется ставить и 60, и 70, и 80. На самом деле даже вот минимальные веса. Вполне комфортно. Четко передаются в руку. Большие веса. Уверенно работают. Ну собственно это то. Это Asgard Collection. Это наш тренерский топ. Всего доброго. Скоро сделаем еще видео по Asgard Collection по другим моделям. До встречи.